Это совершенно неправильно, и это условие, ставя Россией, это условие, я считаю, что явно дискриминация. Если спортсмен чистый, то, соответственно, он должен быть допущен. А тем более, когда Закарин едет в Джиро Италии, едет в Тур-де-Франс, у него пробы этих, ну, столько набрали. Вот, тем более, он и живет в Невероссии, он живет на Кипре, и к нему постоянно приезжают эти комиссары. Вот здесь, однозначно. Там же Завелинская живет. То есть, в случае, если UCI решит их не допускать, они подойдут? Это не UCI. UCI не будет возражать. Но сейчас НОК наш должен заявить. Вот НОК заедет? В этом случае, да. Но так как НОК согласился на тот, он, по-моему, вторым параграфом идет в этих вопросах, то, соответственно, он должен здесь договариваться все-таки с НОКом, а у себя не будет возражать. Люди уже проверенные, чистые 20 раз. То есть, КАЗ будет решать? На Смирнова? КАЗ будет решать. Ну, я думаю, что быстрее всего это будет в ближайшие дни прямо. Смотрят, потому что сегодня уже в КАЗ. Сами приедут и сами будут сидеть и ждать решения и участвовать во всех этих дебаторах. Если Ильнур не поедет, это грандиозные потери? Или вы не будете даже об этом думать? Ну, как для российского его спорта, я считаю, что да. Это человек поднялся. Один из немногих, кто воспринял ту методику тренировки, которую практиковали еще в советское время, и которую продолжает практиковать Павел Клашук. И он, в общем-то, ее придерживается в большей степени. Она, в общем-то, и принесла эти результаты. И точно так же и Кочетков Павел такой, который, и Чернецкий сейчас. Я считаю, что вот те люди, которые вернулись к тому, от чего их увел, опять же, профессиональный спорт, и их, наверное, в большей степени те менеджеры зарубежные, которые их ввели во многие команды, они, в общем-то, конечно, все говорят, да что вы слушаете, что у вас там было когда-то. Давайте, работайте вот как. Вы сами хозяева своего счастья. Вы же профессионалы. Будем ждать отказ положительного решения. Нужно ждать, не сложа руки. Александр Михайлович, надежда есть на Виталия Георгиевича, на его опыт гигантский? Я думаю, что только он и может это сделать. Потому что, наверное, один из немногих, кто у нас остался во всей нашей великой и большой стране. Спасибо. Александр Михайлович, а можно еще порваться?